друзья всем привет с вами опять руслан значит мы снова поговорим про патроны и сегодня вам хочу рассказать про один очень редкий патрон наверняка вам неизвестный это патрон 7 на 49 также известны в народе как венесуэльский маузер ну венесуэльский называется потому что он был произведен по контракту с венесуэлой а маузер потому что по сути это был патрон на базе патрона и для винтовки маузер друзья также хочу напомнить что у нас в продаже есть книга сергея бурчука унитарные боеприпасы нарезного стрелкового оружия книжка у нас уже заканчивается у меня всего лишь осталось три штуки мы конечно же будем делать новый тираж но когда он по и поступит неизвестно также эту книгу можно приобрести в оффлайне и в ростове-на-дону в магазине военная лавка если вы в ростове то можете туда спокойно зайти ее там найти история маузеров и патронов под маузера на довольно обширный заслуживает наверное отдельного большого ролика вот но сегодня хочу рассказать про этот патрон да тот патрон который эту историю по сути завершил да это была такая лебединая песня маузеровского патрона и так история этого патрона началась 1950 году когда венесуэла решила сменить оружие да перевооружить свою армию до этого венесуэле на вооружении стоял винтовки под патрон 7 на 57 маузер да не путать с 792 с оригинальным немецким этот патрон был тоже сделан на базе патрона маузера но на самом деле они немного различались но суть была в том что этот патрон был сделан для винтовки на затворной группе маузер вообще 7 на 57 был очень распространен практически вся латинская америка пользовалась этим патроном да ну давайте для сравнения покажу вот эту вот линейку то есть это оригинальный немецкий маузер 792 вот это так называемый испанский аргентинский маузер 7 на 57 также был еще шведский маузер 6 половиной на 55 вот шведский маузер кстати до сих пор широко используется для спортивной стрельбы для охоты считается до сих пор очень-очень хорошим патроном вот этот патрон конкретно видите с черной пулей покрытый малекотом это именно спортивный патрон и возможно для многих станет удивлением но американский патрон 30 06 спрингфилд тоже из этого семейства да потому что американцы свое время не время приняли винтовку спрингфилд образца 903 1903 года которая тоже была сделана на затворной группе маузера поэтому патрон спрингфилд тоже как бы подходит к этому семейств вот ну давайте мы всю историю отложим а посмотрим на вот эти два патрона то есть 7 на 57 и 7 на 49 7 на 57 состоял в венесуэле на вооружении с 929 года и был по сути хоть и немного ослабленным но полноценным винтовочным патроном до венесуэла же во-первых страна покрыта джунглями довольно серьезно а во-вторых антропометрические данные с венесуэльцев диктовали до что винтовку и патрон нужно сделать послабее винтовку нужно сделать полегче одну то есть грубо говоря среднестатистический венесуэлец был невысок ростом и опять же не отличался какими-то богатырскими данными вот поэтому решено было вот этот вот патрон заменить вообще кстати говоря тема антра соответствие оружия да и антропологии солдат разных стран она тоже довольно интересно и возможно тоже заслуживает отдельного разговора у меня просто сразу в голову приходит два примера да первый пример это создание в советском союзе винтовки свт одной из причин да и того что эта винтовка была не очень удачная не очень успешно было в том что перед конструкторами военные ставили жесткое ограничение по массе да то есть нас не должна была превышать по моему там 3 и 8 килограмм могу ошибиться но вот точно меньше 4 и токареву приходилось как-то ужиматься и пытаться попасть в эти в эти веса вот а почему была такая такое требование от военных да потому что призывники которые должны были пойти в армию в конце 30-х годов были по сути дети рожденные в военное время да во время первой мировой войны во время гражданской войны в после революционную разруху да там начала 20-х и соответственно жизнь тогда была ой ой какая не сладкая и люди многие голодали и поэтому как бы среднестатистический советский призывник был тоже не здравяков да то есть опять же были разные люди но считали средняя по палате вот и поэтому таким призывникам нужно было дать не очень тяжелую винтовку до чтобы он мог ее адекватно пользоваться и переносить напротив же например американская винтовка гаранда тоже самозарядная винтовка весила больше четырех килограмм да потому что опять же среднестатистический американец был выше и здоровее чем те же русские вот из гаранда кстати я стрелял и при моем росте 178 и весе там 80 85 это винтовка мне реально была тяжела с рук не было стрелять очень очень неудобно да и ложе там кстати довольно толстая видимо рассчитана под здоровую лапу и гарант при этом был успешной винтовкой самой массовой самозарядкой времен второй мировой войны возможно и по той причине что джон гарант мог позволить себе чуть чуть больше масса второй интересный пример это израильский автомат галил да ну израильский автомат галил является грубо говоря внуком автомата калашникова да то есть советский союз продал лицензию на производство авто калашникова финном финны сделали на его базе автомат build med продали лицензию на производство автомата вил мед израилю и израиль сделал автомат галил вот после чего израиль продала лицензию на производство автомат Галил в южную африку и уже наафриканцы ничего не стали в нем менять кроме того что удлинили приклад на 4 сантиметра. Опять же, почему? Потому что африканеры, белые жители Южной Африки, были потомками голландцев в основном, ну и частично англичан. Это были фермеры в основном, то есть люди, которые всегда хорошо питались, много работали с детства на земле и поэтому были довольно рослые. И, соответственно, по сравнению со среднестатистическими израильтянами, им пришлось удлинить приклад автомата на 4 сантиметра. Поэтому общие антропометрические данные и вообще армии, это такая отдельная тема и довольно интересная. Венесуэла, как мы понимаем, страна небогатая и народ там в среднем был довольно-таки невысокий. И поэтому было решено заменить такой вот мощный патрон на, точнее, стандартную такую мощную винтовку на винтовку попроще. Сразу венесуэльцы начали работать с бельгийцами и, как я уже говорил, в 50-м году и бельгийцы предложили им свою винтовку ФАЛ. ФН ФАЛ, знаменитая винтовка, как говорится, правая рука свободного мира, как ее любили называть. Но ФАЛ тогда тоже только разрабатывался и, возможно, именно венесуэльский заказ подстегнул его развитие. Изначально ФН ФАЛ хотели делать под такой вот немецкий патрон 792х33 Курц, который был разработан под штурм Гивер. И он, кстати говоря, идеально подходил под этот ФАЛ, но в 50-х годах было уже как-то не корректненько, не толерантненько заниматься разработкой под патроны из Третьего Рейха. Вот поэтому эту идею отбросили. Также бельгийцы с британцами разрабатывали свой патрон 7х43. Про этот патрон я рассказывал. Ссылочку я на это видео приведу. Тоже довольно интересный патрон, который мог бы, наверное, стать достойным конкурентом нашему 762х39. И они предложили венесуэльцам именно свой 7х43. Но Венесуэла, как мы понимаем, страна не богатая. Перестраивать производство свое они не могли. И поэтому был разработан вот этот вот патрон, который был, по сути, уменьшенным вариантом патрона 7х57, который венесуэльцы производить умели. У них были налаженные линии и, по сути, не так уж и много нужно было бы им дорабатывать для изменения этого патрона. Ну, по сути, немножечко укоротить гильзу. Пули оставались здесь те же самые. И как бы этот патрон и винтовка FAL под этот патрон были разработаны. Было произведено 5000 винтовок и передано Венесуэле и 3 миллиона таких патронов. Но надо сказать, что всех, как всегда, все хорошие начинания подкосили американцы со своим патроном 7х62х51, который был принят на вооружение и который загубил и интересный британский патрон, и вот этот вот венесуэльский. То есть со временем Венесуэла не продляла заказы и перешла на патрон 762х51 НАТО. Вот. Но, по мне, у этого патрона были бы действительно интересные перспективы, потому что это, как бы, наверное, можно его назвать минимально мощный винтовочный патрон. Вот. Есть, конечно, и патроны послабее гражданские, но вот среди военных, наверное, менее такого слабого патрона я не встречал. Вот. Оружие бы под такой патрон имело бы небольшую отдачу, но при этом оружие бы имело хорошую точность и дальность стрельбы. Конечно же, стрельба очередями таким патроном была бы не так эффективна, да, как патроном промежуточным, но в те годы про стрельбу очередями еще только начинали задумываться. Вот. Ну, в Союзе, конечно, к этому уже пришли, но вот на Западе еще она не считалась, как бы, основным видом ведения огня. Вот. Так что, такой вот, такая вот, наверное, немножко длинная история про такой вот интересный боеприпас. Вот. Если хотите, чтобы я вам рассказал про какие-нибудь из этих маузеров, пишите в комментариях, и я вам обязательно про них расскажу, но немного позже. А на сегодня все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok